Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие мои. Рада видеть тех, кто постоянно со мной, постоянно слушают новости, пополняют, можно сказать, свои знания по дубликации. Давайте проверим звук. Как вы меня слышите? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Также хочу поздороваться со всеми, кто смотрит меня на YouTube-канале, потому что я вижу, что в записи очень-очень много просмотров есть. Я рада, что смотрят, я рада, что слушают, что интересуются. Ребята, пожалуйста, дайте кто-то обратную связь. Вы меня слышите? Пожалуйста, как звук? Я очень прошу. Байерта, пожалуйста, Нарине. Ребята, слышно меня? Потому что я не вижу, я не могу понять, может быть, меня уже из сети выбросило? Нет. Ладно, будем делать запись. В любом случае, мне хотелось бы, как только у вас будет возможность, я хотела бы, чтобы вы поставили отметку, слышите вы меня или нет. Спасибо. 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 Гундерс, Валентина, пожалуйста, напишите мне кто-нибудь, слышите вы меня или нет. Ага, слышно сейчас хорошо, значит, все-таки что-то было со звуком. Ну ладно, хорошо. Тогда еще раз добрый вечер. И мы начинаем представляться вам еще раз. Не обязательно, вы меня уже знаете. Меня зовут Любовь Федорова, региональный куратор Латвии. Мы с вами продолжаем наше обучение, которое называется «Простые шаги, приводящие к успеху». Это, можно так сказать, даже поддерживающие встречи на тему дубликации, дублирования. Потому что все мы эти процессы знаем, каким-то образом мы все это выполняем, делаем кто-то более профессионально, кто-то менее. Поэтому мне больше нравится назвать этот курс не обучение, а поддерживающие встречи. Итак, как бы мы не хотели отступить от программы, мы не можем. В любом случае, неважно, как мы будем доносить, как мы будем работать, какими профессионалами мы становимся стали или только собираемся стать, у нас все равно есть определенная система, определенные четыре важных шага, которые мы проделываем в своей работе, в работе, ввода партнера в нашу систему, в наш бизнес. И эти четыре шага кто-то умеет выполнять достаточно профессионально, кто-то не очень, и мы учимся. На каждом шагу есть свои задачи определенные, на каждом шагу есть, возможно, свои трудности, для каждого разные. Но самое главное, что мы все равно выполняем эти шаги, мы все равно выполняем семь задач, спонсора, который, пригласив партнера в бизнес, обучает его, поддерживает его и, можно сказать, в какой-то момент ведет до тех пор, пока наш партнер не станет самостоятельным, не станет, можно сказать, крепким, сильным работником, который может уже обходиться без нашей помощи. Поэтому, дублируя систему, мы помним, что у нас есть четыре шага. Первый шаг – это приглашение. Приглашение – достаточно серьезная вещь, потому что то, как мы обратимся к человеку, как мы с ним проведем первую беседу, как мы его пригласим, зависит дальнейшая, вообще, можно сказать, участь человека в этом проекте или в этом бизнесе. Да, пойдет он или не пойдет, получится или не получится, заинтересуем мы его или не заинтересуем. Вот, поэтому, когда мы делаем первые шаги, мы обязательно рассказываем человеку, приглашая его, мы должны быть абсолютно естественными, абсолютно правдивыми. Я об этом говорю каждый раз, потому что это очень важно. От того, насколько искренне вы человеку расскажете о проекте, пригласите его в бизнес, вот от этого и будет зависеть, как он за вами пойдет. И очень важно, очень помогает, очень помогает на первом этапе знание психологии человека, психологии людей. Люди делятся на четыре психотипа. И вот, когда мы в первой беседе, в первоначальной, научимся определять психотип человека, дальше мы сможем с ним легко общаться, потому что каждый человек по-своему и воспринимает информацию, и реагирует на эту информацию, и дублирует эту информацию, транслирует эту информацию. И поэтому, как только мы поймем, кто перед нами, мы сразу сможем понять, каким образом с ним общаться. Вот, второй шаг – это прослушивание вебинара или презентации. Мы сейчас говорим о общественных мероприятиях, когда мы приглашаем человека на мероприятие, где специалисты говорят о технологии. Да, конечно, у нас будут ситуации, когда нам самим нужно будет это рассказывать, ситуации бывают разные. Вот, например, сейчас нет презентаций массовых, но зато сейчас, ну, публичных, да, таких нету. Зато сейчас есть вебинары, на которые мы тоже приглашаем людей. Но важно, чтобы, пригласив человека на эту презентацию, вы сами там присутствовали, либо точно знали, какую информацию там дадут этому человеку. Лучше, конечно, если мы берем, можно сказать, условно говоря, человека за руку, вместе с ним идем на это мероприятие, после мероприятия идем в кафе, выпиваем чашечку кофе, и вот здесь вот у нас как будто бы наступает уже третий шаг. То есть, либо это мы уже при личном общении человека спрашиваем его мнение о проекте, о мероприятии, вообще обо всем в целом, да, либо если человек слушал вебинар онлайн какой-то, то мы ему звоним. Это наш последующий звонок, во время которого мы выясняем, что человек понял, как ему понравилось, и нужна ли ему дополнительная информация, и какая. Да, обязательно даем эту информацию. И четвертый шаг – это вовлечение человека в систему, уже как нашего, как инвестора, либо как нашего партнера. И вовлечение происходит, это, можно сказать, достаточно длинный процесс, потому что это не только зарегистрировать человека и дать ему, показать ему пакеты, да, это полностью провести, можно сказать, экскурс по нашему личному кабинету. Наш личный кабинет тоже, когда мы человеку предлагаем регистрацию, вот наш человек сказал, да, здорово, классно, нравится, да, предлагаем ему регистрацию, мы не просто говорим, давай я тебя зарегистрирую, и там тебе, ты там все увидишь, да. Можно подойти с другой стороны, немножко повысить свой уровень, может быть, тот уровень, на который мы вводим человека, сказать ему, что мы откроем тебе твой личный офис, да, или твой личный кабинет, и ты получишь доступ к закрытой информации. Это тоже может заинтересовать человека, потому что не вся информация есть в доступе, да, только вот тем людям, которые более серьезно к этому отнеслись, они уже могут получить доступ к закрытой информации. Так вот, эти четыре шага, вот это и есть наша система. Если мы научимся ее хорошо дублировать, правильно ее дублировать, то у нас получится и бизнес, и хорошую команду построить удастся, и не совершить ошибок, и не потерять людей, потому что все мы прекрасно понимаем, что у нас у всех есть, наверное, свой такой, не буду говорить черный-серый список людей, которым мы когда-то позвонили, и совершив свою ошибку, где мы совершили ошибку на каком-то этапе, чего-то мы не знали, чего-то мы не умели, что-то мы неправильно сделали, и мы потеряли этого человека. Хорошо, если мы не сожгли мосты, у нас есть возможность еще к нему вернуться, я думаю, я думаю, что у нас есть возможность еще к ним вернуться, к этому списку, вот, но жаль терять людей, да, мы понимаем, что бывает так, что мы потеряли людей на первых этапах, когда дисконты были очень-очень хорошие, очень вкусные и сладкие, но потом, обращаясь к этим людям, эти люди говорят, ну вот, ты не донес до меня то, что мне было нужно, вот, а сейчас у вас уже дисконты не такие, да, и мы где-то начинаем себя корить, да, вот я совершил ошибку, да, я где-то что-то неправильно сделал, все, забудьте об этом, не надо себя, может быть, где-то угнетать, идем дальше, осознаем свои ошибки, учимся, получаем новую информацию, все, идем дальше. У нас есть семь задач спонсора, когда мы появились, когда у нас появился человек, когда появился наш партнер или инвестор, мы с ним идем, мы помогаем ему войти в систему, можно сказать, за руку помогаем ему осуществить, мы осуществляем семь наших задач, как спонсора, да, и таким образом мы помогаем человеку поставить цели, учим его работать с книгой контактов, конечно, сами тоже учимся, потому что мы учимся всю жизнь, учимся планировать время, делать телефонные звонки, делать правильные презентации, сопровождать этого человека и работать с возражениями. Вот это семь задач спонсора, которые мы с вами выполняем. И как бы мне не хотелось дать вам много-много интересной информации, все равно от этих семи задач я не могу отойти. Разделила я свой курс на три занятия, все-таки мне хочется побольше с вами поговорить, поэтому на первом занятии у нас мы рассмотрели первые две задачи, постановка целей и создание книг и контактов. Для тех, кого не было на первом занятии, я буквально вкратце, вкратце расскажу, что цели, и мы вспомним, да, цели мы ставим по системе SMART, тогда это будет самая правильная постановка цели. Это такая аббревиатура, она английская, и что обозначает, что цель у нас должна быть конкретная, она должна быть измеримая, достижимая, реалистичная и определена во времени. Тогда будет считаться, что цель поставлена правильно. Например, возьму самую примитивную цель, люди говорят, хочу много зарабатывать, да, это абсолютно неправильно поставленная цель. Допустим, мы ставим такую цель в течение 20-го года, ежемесячно зарабатывать, допустим, 3000 евро, да, то есть здесь хотя бы мы понимаем, что вот мы хотим до конца года зарабатывать 3000 евро в месяц, то есть мы ее определили, она совершенно конкретная, она измеримая цифрами, она достижимая. По поводу достижимости хочу все-таки немножечко подробнее сказать, хотя мы уже разбирали очень подробно в прошлом занятии, все равно мне хочется сказать, достижимая – это когда мы учитываем все свои ресурсы, да, именно свои собственные ресурсы, потому что кто-то может быть, может и 10 тысяч зарабатывать, потому что у него там хорошо поставленный бизнес, да. Мы учитываем свои ресурсы, свои возможности, и временные, и, не знаю, может быть, даже эмоциональные, энергетические, да. Вот, поэтому не замахиваемся на недостижимую цель, потому что у нас тогда будет разочарование, да, адекватно просто все оцениваем. Она должна быть абсолютно реальная, мы можем представить себя, допустим, даже на, что произойдет, когда мы этой цели достигнем, да, как мы почувствуем, что мы достигли этой цели, мы знаем, как мы почувствуем. У нас будет эта конкретная сумма на руках, да. Вот, мы определены во времени. Либо мы до какого-то определенного времени хотим заработать какую-то определенную большую сумму, либо же мы просто ежемесячно хотим иметь какую-то определенную сумму, зарабатывать ее, да. То есть SMART – это метод описания целей, включающий в себя все перечисленные определения, конкретно измеримая, достижимая, реалистичная и определена во времени. Далее мы говорили о книге контактов, что это наш самый главный, можно сказать, капитал. Если цели это наш главный мотиватор, который нас все время подталкивает, то книга контактов это наш самый главный капитал. Потому что с людьми мы работаем, нам нужны контакты. Мы говорили, каким образом мы ее ведем, каким образом мы ее пополняем. И вот единственное я хочу еще раз сказать, пишите, пишите все, что всех людей, которых знаете, пишите. И обязательно делайте заметки. Что знаете? Знаете только имя, впишите только имя. Потом вы обязательно встретите каких-то людей или где-то найдете контакты общих знакомых, и вы сможете пополнить эти графы, найти телефонный номер, дальше человека, e-mail адрес. Обязательно пишите заметки до звонка, до того, как вы к человеку обратились. То есть пишите все, что вы о нем знаете, чтобы позвонив ему, вы могли ему сказать, «Здравствуй, Игорь, мне твой контакт дал тот-то, тот-то». Либо мы с тобой когда-то познакомились на таком-то мероприятии. Пишите заметки, чтобы вы не забыли. И потом после звонка во второй столбике еще один столбик заметок пишите. То есть о чем вы договорились, чем закончилась ваша встреча телефонная. Может быть, он попросил вас перезвонить другое время. Может быть, он попросил вас какую-то информацию. Может быть, он договорился с вами о встрече. Делайте заметки. Это очень нужно. Во-первых, это визуализирует у вас всегда это перед глазами. Во-вторых, вы ничего не забудете. Вы будете иметь информацию на листе. Потому что очень часто бывает так, когда мы выписываем список контактов. Мы пишем, мы хотим, вот выписали определенное количество людей, да, буду я звонить. И мы понимаем, ой, не могу первому звонить. Хорошо, не звоню первому, мне некомфортно. У меня есть второй, третий, четвертый. То есть вы видите сразу весь список людей. Может быть, вы выписали на сегодня себе 10 человек, и вы начнете там с восьмого, да. Но они у вас все перед глазами. Как мы говорили на прошлом занятии. Начинайте с легких людей. Начинайте бизнес с теми людьми, которые вам доверяют, которые открытые, которые позитивные, с которыми вам легко. Точно так же из этого списка вы сразу глазами будете видеть, кому первому вы позвоните. И чем меньше у вас будет, вот на этих звонках, чем меньше у вас будет разочарование. Ну, знаете, вот такое хорошее слово жаргонное, облом, да. Чем меньше людей, которые вас обломают и скажут вам нет, тем лучше и больше у вас будет вдохновения, и легче вам будет идти дальше. Поэтому еще раз подчеркиваю, выпишите и прям глазами смотрите, с кого начать, да. С тех, которые легкие, с которыми вам хорошо и легко. Сегодня мы рассмотрим следующие три задачи. Это будет у нас планирование времени, телефонный этикет, и о презентациях поговорим немножко, да. Вот, и еще хочу вас познакомить с одним новым инструментом, который мы разработали вместе с инициативной группой, но об этом попозже. Да, у нас есть обновленная визитка. Вот, поэтому начнем мы с времени. Время достаточно такой, можно сказать, уникальный ресурс. Он невосполнимый. Его нельзя вернуть, нельзя передать, нельзя купить, не остановить, не ускорить. Да, время идет очень быстро. Я даже картинку такую поставила, она мне очень понравилась, потому что сегодня наша жизнь настолько скоротечна, настолько быстротечна, что мы уже не замечаем не только, как часы идут, как дни идут, да. Мы уже даже не замечаем, как летят недели. Вот не успеешь обернуться уже выходные. После выходных раз-два, ой, все, уже конец недели следующей. То есть очень-очень быстро время идет, поэтому правильно распланировать его, правильно распорядиться им, не потерять, не упустить его, не провести его впустую. Это очень важно. От этого зависит наша, наверное, удовлетворенность нашей жизнью. Потому что мы все хотим успевать делать какие-то важные дела. Возможно, мы потом, оглядываясь сейчас назад, ну вот сейчас, оглядываясь назад, мы можем найти какие-то периоды, эпизоды в нашей жизни, когда мы скажем, да, время потрачено впустую. Зря я не научился, зря я тогда не подумала об этом. Вот, и поэтому, чтобы не терять время, чтобы оно не шло, просто не проходило впустую, чтобы мы могли и больше успеть, и более продуктивными быть везде, и в своей работе, и в своем бизнесе, и в принципе даже дома, и в самореализации, да, очень важно уметь планировать это время. Если мы научимся планировать время, то у нас наша жизнь станет более продуктивной. Даже есть такая наука о планировании, она называется тайм-менеджмент, и его цель увеличить продуктивность, грамотно управлять своим временем. Это очень важно для нашей жизни, потому что мы можем и работу свою делать эффективнее, да, и домашние дела мы можем делать быстрее, если мы научимся планировать. То есть нужно записывать все свои дела. Ну, мы знаем, что есть очень много разного рода ежедневников. Кто-то, кому-то удобнее писать прям вот список дел на целый день, да, вот кому-то удобно видеть весь день расписанный. Кому-то, вот, например, как мне, мне удобнее, когда еженедельник открывается, я вижу сразу всю неделю. То есть я пишу, то есть у меня на ежедневнике семь столбиков, да, то есть это семь дней недели, и тогда я вижу всю неделю. Потому что важно не только запланировать свое время, свою работу основную, которая у нас есть. У нас у многих есть еще основная работа, кроме нашего Skyway бизнеса, в котором мы сейчас пытаемся, вот, продвигаемся, растем. У нас все равно остается еще своя работа, и нам хочется и там все успеть. Хочется и бизнесу нашему, нашему проекту время уделить, потому что для кого-то это хобби, но он тоже уделяет ему очень много времени. Но, тем не менее, нам нужно еще уметь планировать и работу, вернее, не работу, а отдых и время, которое мы проводим со своей семьей. Мы не можем уйти полностью с головой, нырнуть в одну или в другую работу и не дать внимания своей семье, потому что это чревато последствиями. Я сама пережила на первом году жизни, я ушла в проект с головой, можно так сказать, и у меня начались дома проблемы. Меня, в кавычках, условно говоря, потеряли, и мои дети меня потеряли, и мой муж меня потерял, потому что у меня вообще, скорее всего, я стоял на первом месте. Да, я многого достигла, я очень много всего сделала, но мне потом пришлось налаживать контакты и со своей семьей, и со своим мужем, в общем, потихонечку все это выравнивать. Поэтому, когда мы планируем, и у нас там есть время для всего, тогда у нас получается очень продуктивно, мы проживаем свои дни, свои недели, свое время проводим. Очень важно еще отмечать то, что мы уже выполнили. Это очень вдохновляет на самом деле, и это нас подбадривает и ускоряет исполнение всех остальных дел в нашем списке. То есть когда у нас все распланировано, распланированы наши дела, распланированы встречи, распланированы звонки, и мы все это делаем, и когда мы отмечаем, мы видим, как наш список пополняется, не знаю, галочками, вот, это придает нам сил, придает нам сил идти дальше и делать. И мы с еще большим энтузиазмом делаем следующие, последующие дела. И это очень важно, потому что, когда мы себя хвалим, когда мы себе повышаем самооценку, у нас повышается работоспособность и повышается продуктивность. Планировать можно и по часам, буквально по часам, особенно те люди, у кого есть свой бизнес или вот основной бизнес наш, да, по часам все время, когда мы ведем встречи, когда мы ведем презентации, когда мы проводим какие-то, может быть, вебинары. В то же время мы отмечаем свои дела какие-то, да, может быть, вот, вот, как на слайде сейчас показано, это тоже разрабатывала, в принципе, группа, которая работала над вообще этой программой дубликации, разрабатывали вот такой календарь, можно сказать, личный план на неделю, да, каким образом человек может вести. То есть очень много, очень много разных способов, каждый выбирает свой удобный. Хорошо вести планирование на следующую неделю, буквально самые важные дела уже вписать. В пятницу после обеда, когда у нас заканчивается трудовая неделя, когда важные дела у нас уже закончены, наша голова отдыхает, но мы еще не переключились полностью на отдых, на, не знаю, на дачи, на шашлыки, особенно сейчас летом. Мы можем, мы еще как будто бы в рабочем таком, да, состоянии, мы можем запланировать важные дела на следующую неделю, поэтому очень удачно, удобное время для планирования, это пятница после обеда, да, совсем на вечер тоже не нужно, потому что у нас уже начинается расслабление, немножко мозг хочет отключиться от рабочей недели, уже начинает настраиваться на выходные, но после обеденное время достаточно удобно. Есть еще один вид планирования, на самом деле тоже очень полезный, советую вам им воспользоваться, даже если у вас уже есть план на неделю, где-то вот в своем еженедельнике, да, возьмите, попробуйте все дела, которые у вас на неделю записаны, это вот буквально как, не знаю, как какое-то практическое занятие, задание, да, и распишите их на четыре группы. Эти четыре группы, смотрите, по горизонтали, сейчас я попробую, вот она мышка, по горизонтали у нас будут срочные и несрочные дела, по вертикали у нас будут важные и неважные дела, и таким образом у нас получатся квадраты. В первый квадрат у нас попадут срочные и важные, вот срочные и важные. Во второй квадрат попадут несрочные, но важные, в третий квадрат у нас попадут неважные, но срочные, и в четвертый несрочные и неважные. И что мы делаем, когда мы уже увидим записанные все эти дела, Каким образом мы с вами можем их проанализировать? Смотрите, срочные и важные с первого квадрата – это дела, которые нужно выполнять, в обязательном порядке нужно выполнять, вот прям сегодня и сейчас. Несрочные, но важные мы можем распланировать, мы можем их немножечко перенести во времени, мы их уже можем распланировать и прям вписать их ежедневно. Срочные, но не важные мы можем постараться минимизировать, а вот все дела, которые у нас попадают в четвертую группу, которые являются несрочные и неважные, мы можем их пересмотреть и по большому счету, я думаю, что очень большой процент из этих дел у нас просто будет вычеркнут и мы их не будем делать. Не будем делать, потому что мы иногда все это делаем на автомате, мы делаем на таком автомате, даже не замечаем, а потом, когда мы вот таким образом все проанализируем, мы поймем, что вот это именно то время, которое мы можем потратить даром, поэтому лучше мы его не будем тратить, не будем делать эти дела. Вот. И наоборот, это время перепланировать и перенаправить на что-то более полезное. И сейчас я хочу вам предложить, так перескочили мы, предложить такое небольшое практическое задание. Скажите, пожалуйста, я вижу, что у меня здесь есть девочка, которая уже слушали меня, и мне кажется, что этот слайд видели. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь уже выполнял это задание? Я сейчас буду еще раз о нем говорить. Напишите, пожалуйста, вот честно, кто-нибудь сделал такое задание? Вы знаете, о чем речь. Так, ладно, тишина. Смотрите, это наша неделя. Она 168 часов, она равна 168 часам. Попробуйте записать свои самые важные дела, даже не дела, а наши занятия, которые происходят в течение нашей жизни. То есть разделите на такие группы, которые, ну вот, обязательно, допустим, сон и процедуры, которые сопутствуют, да, время, которое мы уделяем детям и родителям, отдых, хобби, друзья. Ну, я так разделила. Я разделила на те группы, которые для меня важны, да, и которые в моей жизни присутствуют. Работа, допустим, и дорога до работы, сколько времени у нас занимает. Спорт или какие-то прогулки, которые для здоровья. Вот. Еда, если это женщина, мы обязательно учитываем время, которое уходит у нас на приготовление еды. Вот. Обучение, образование. Напишите сюда, конечно же, еще вот такой раздел, как соцсети, потому что раньше, может быть, мы бы и не включали его. Но сейчас соцсети у нас тоже забирают очень много времени. И там мы их действительно, это время теряем. Я даже однажды у себя в регионе, когда мы проводили небольшие тренинги, обучение, у меня даже была такая тема, как вуры времени. Мы говорили, кто, что у нас ворует наше драгоценное время. Потому что соцсети, это достаточно очень серьезная, можно сказать, статья, где многие люди преподают и теряют свое время. И вот попробуйте отметить, разделить вот эти 168 часов по времени, сколько вы тратите на каждый из этих разделов. На сон, на время для детей, для отдыха, для хобби. И у вас получится диаграмма. Вот у меня получилась такая диаграмма, которая реальна. И вот когда вы сделаете такую диаграмму, вы увидите вашу реальность. А затем возьмите, нарисуйте такой же круг и эти 168 часов разделите на секторы так, как бы вам хотелось тратить свое время. Просто когда вы увидите свою реальность, вы четко будете видеть, где у вас уходит, на что вам не достает времени, а на что у вас уходит времени очень много. И здесь мы сможем сделать коррекцию. Каждый сможет сделать свою собственную коррекцию, как раз путем планирования. Он запланирует меньше потратить впустую времени и больше потратить с пользой, и больше перенаправить это время, допустим, на наш бизнес. Потому что мы сегодня все равно говорим в рамках нашего бизнеса, в рамках нашего проекта, как мы планируем и звонки, и встречи, и вообще время, которое мы уделяем своему проекту. Не поленитесь, сделайте, пожалуйста, это. Это реально очень полезно для себя, когда у вас будут перед глазами две диаграммы, когда вы увидите реальность и желаемое, у вас всегда появится возможность, будет возможность, и мне кажется, даже будет желание и стремление, как раз-таки реальность подтянуть к желаемому. Так, идем дальше. Поговорим немножко о телефонном этикете. Для чего он нужен? На самом деле человек, который сидит на другом конце провода, допустим, который нам звонит, для нас очень важно, что он нам говорит и как он нам говорит. Поэтому, когда мы звоним, мы должны тоже понимать, что наш звонок должен проходить таким образом, чтобы человек, который нас слушает, хотел нас слушать, хотел потратить свое время на то, чтобы нас послушать. Поэтому, когда мы делаем телефонные звонки, мы к ним готовимся. Во-первых, мы создаем небольшой сценарий, небольшой, короткий, маленький сценарий нашего звонка. Как мы представимся этому человеку? Что мы ему скажем, откуда у нас его контакт, если это чужой человек? Если мы звоним какому-то старому знакомому, мы обязательно говорим ему причину нашего звонка. То есть и не так, что «Привет, я хочу тебе бизнес предложить». Мы о звонках будем говорить потом, немножечко дальше, когда будем разбирать следующие задачи. Но, тем не менее, у нас должен быть небольшой сценарий нашего звонка. Мы представились, мы сказали, кто мы, что мы, где мы взяли его контакт. Очень важно во время разговора улыбаться. Когда человек улыбается, мы это чувствуем. Даже если мы его не видим, мы все равно чувствуем, что человек говорит с улыбкой, когда человек в хорошем настроении. Ни в коем случае не звоним, когда у нас что-то произошло, мы в плохом настроении. Когда злой, когда тебя трясет от того, что уже там пять человек тебе сказали нет, куда-то там, не знаю, послали тебя подальше с твоими предложениями. Все, останавливаемся, приводим себя в эмоциональную норму, так сказать. Потому что тот, которому мы звоним, не услышит ни одного от нас слова. Он даже не захочет нас слушать, если мы к нему уже с негативом или с каким-то плохим настроением. Улыбка очень чувствуется. В то же время, хорошо бы, чтобы в этот момент мы не пили, не жевали, никакой жвачки бы не было во рту, потому что это тоже чувствуется. Не лежали, потому что, когда человек лежит и разговаривает, мы тоже это слышим. Вы можете даже сделать так, как я с коллегой однажды делала, мы звонили друг другу и отгадывали. Вот угадай, да, вот я начинаю разговаривать, а тот, который меня слушает, угадывает, что я сейчас делаю в этот момент, там лежу, стою. Вот, то есть, и я вам скажу, это работает, и действительно возможно угадать, в 80% можно угадать, ну, те моменты, когда человек делает неправильно, да, правильно будет улыбаться, быть доброжелательным, говорить медленно и чётко, чтобы не было такого эффекта, когда, ну, все мы, наверное, сталкивались, высталкивались, когда нам звонят какие-то эти, подождите, как же они, господи, страховые агенты, или там по продажам какие-то там, и вот они начинают, «За, Карина, если у вас время поговорить», это тоже, «Боже мой, что она сказала, я даже не расслышала её имени», то есть, они иногда говорят настолько быстро и стараются в этот момент сказать много-много слов для того, чтобы, ну, как будто бы зацепить, чтобы было о чём говорить, чтобы, ну, много, пытаются много сказать, пока человеку не успел положить трубку, но это неправильно, да, представьтесь, поймите, что человек готов вас слушать, и тогда вы продолжите свой разговор. Хорошо, когда вы будете это делать сидя, в нормальном настрое, сидя, или можно это делать стоя у окна, когда вы смотрите вдаль куда-то, тогда вы действительно сосредоточитесь только на звонке, вас не будет ничего отвлекать, никаких отвлекающих таких вот моментов у вас не будет, таких, можно сказать, паразитирующих, отвлекающих моментов, да, которые могут сделать вам какой-то минус в вашем звонке. То есть исследуем сценарию, чтобы мы обязательно не забыли сказать те важные вещи, главные вещи, которые мы хотели и планировали сказать во время разговора. Улыбаемся, не лежим, не жуем, говорим чётко, доброжелательно, искренне. В то же время мы должны быть готовы к тому, что нам скажут нет, спасибо не надо, не хотим, нет времени, не хотим. Ну, когда человек отказывается даже разговаривать, не то, что отказывается прийти на нашу встречу, да, когда он отказывается даже с нами говорить. Нужно быть к этому готовым. Не злиться, заканчивает разговор достаточно вежливо. Как говорится, не сжигаем мосты, потому что ситуация меняется, мы с этими людьми можем встретиться в другой обстановке, в других условиях, и мы можем возобновить тогда разговор, если мы хорошо, мирно расстались, и вы можете сказать, а помните, ведь мы с вами когда-то разговаривали, да, а вот сейчас мы с вами встретились в экотехнопарке. Такая ситуация тоже может быть, потому что кто-то другой все-таки сумел с этим человеком поговорить. Бывает такое, что мы обращаемся к человеку совершенно не вовремя, может быть, у него что-то происходит, может быть, он совершенно не готов нас слушать, не потому что он не хочет, или мы что-то неправильно сказали, просто он не готов, у него что-то произошло, у него есть какие-то более важные дела, которые полностью занимают все его сознание, его мозг, его мысли. Вот, поэтому мы прощаемся с ним, но, возможно, мы договариваемся о другом звонке, возможно, мы спрашиваем, а можно ли вам позвонить в другой раз, через какое-то время, допустим, не то, которое вам человек назначает, а то, которое вы сами выберете, там, через два, через три дня, либо при удобном случае, да, то есть в любом случае мы спрашиваем, ничего не произойдет от того, что вы спросите, могу ли я вам еще позвонить, да. Поэтому расстаемся хорошо, заканчиваем вежливо, желаем хорошего дня, благодарим за беседу, потому что мир маленький, и мы со всеми людьми еще встретимся. Вы знаете, бывает такое, в моей жизни было, и наверняка в вашей жизни было, когда вы кому-то что-то, ну, предлагаете наш бизнес, вам говорят нет, потом вы с человеком расстаетесь, и через какое-то время вы встречаетесь, допустим, через год, через полтора, да, и, ну, чем ты занимаешься, да, я все там, а что, ты все еще в этом проекте, да, что вы там сделали, а мы то-то, то-то сделали, а вот я из Дубая вернулась, да, вот как у меня лично было. Да что, серьезно? У вас что, серьезно там все вот так вот, да? Слушай, ну, давай как-нибудь, ну, расскажи мне, может, действительно надо мне было тебя послушать, может быть, я еще успею что-то вложить, и стать партнером, да, конечно, успеешь. То есть такие ситуации тоже бывают, и я говорю, я думаю, что у вас тоже такие ситуации бывали, когда человек узнает, что вы все еще в проекте, и там все здорово и замечательно, он присоединяется к нашей команде, и многие у меня жалеют, у меня есть одна женщина, которая на наш супердискот 600 не пошла, потому что говорила, что это такая ерунда, если такие условия, то ты себе не представляешь, я сетевик с опытом, со стажем, и это такая ерунда, что даже мне не говорит. Сейчас она локти кусает, потому что она уже в проекте, она уже побывала в Экотехнопарке, она уже проехалась на трассе нашей, вот, и она говорит, не могу себе простить, но я ей говорю, ну что, ну что сейчас себя корить, радуйся, что наконец-то ты все-таки вовремя заскочила в наш предпоследний, она не в последний, она в предпоследний погон, можно сказать, заскочила, да, что-то у меня сегодня компьютер прям сам играется. Вот, так что не сжигаем остыщь, расстаемся с людьми хорошо, и если мы договорились о какой-то, все-таки мы к чему-то пришли, если мы договорились о том, что мы какие-то предпримем дальше шаги, мы обязательно выполняем все действия, все, что мы пообещали, если мы пообещали какой-то на e-mail что-то прислать, какую-то информацию, какие-то ролики, пожалуйста, выполняем, если какие-то документы кто-то запросил, выполняем, то есть все, что мы пообещали, все, что у нас просит чек, выполняем, да, будьте компетентны, это повысит ваш, ваш уровень и ваш статус в глазах вашего оппонента. Кстати, я в чат поставила в самом начале ссылку на наш канал, потому что меня спрашивали, да, я сейчас ее прям еще раз ставлю в чат, это наш официальный канал, на котором, на котором сейчас происходят наши вебинары, почему-то у меня не хочется, на котором проходят наши вебинары, то есть это здесь на разных языках, здесь и Чехия, и Словакия, здесь и на английском языке, и на грузинском языке есть вебинары, всякие презентации, те же дубликации, да, поэтому, когда вы людям говорите и приглашаете их на какие-то вебинары, вы можете точно так же прислать им на e-mail какую-нибудь ссылочку того вебинара, который вам реально понравился, или там понравилось, как спикер донес данную тему, да, вот тоже, пожалуйста, пользуйтесь, там сейчас выложено очень много материала. Вот, и не расстраивайтесь, да, если говорят нет, потому что только практика, только практика сделает нас совершенными, чтобы мы могли не только сами звонить, и там из 10-8 человек нам говорили, да, чтобы такая была большая конверсия, чтобы нам говорили, да, вот мы просто учимся, мы к этому идем, но практика все-таки нас к этому приведет, и мы сможем своим партнерам, которых мы будем изучать, показывать, давать мастер-классы, приглашать их на встречи, приглашать их присутствовать, как мы делаем звонки, делать звонки их знакомым, помогать им, приглашать людей в бизнес, да, но это все только практика, практика, практика. Вы знаете, чтобы из колодов 54 карты достать Джокера, мы знаем, сколько карт нужно примерно перебрать, для того, чтобы нам он попался, поэтому не расстраиваемся, а только практикуемся, идем вперед, и можно так сказать, не ломаемся, да, не допускаем, чтобы кто-то там, своим плохим настроением или своим отказом мог нас сломать, идем дальше, и все. Дальше, следующая презентация, следующая наша задача, это презентация проекта. Презентовать, если мы новичок, конечно, лучше не делать это самому, лучше приглашать на вебинары, на презентации, где будут, можно сказать так, третьи лица, более компетентные люди, рассказывать о технологии, вот, но если же мы понимаем, что ситуация такова, что нам сами приходится делать эту презентацию, потому что всякое бывает, представим себе, что мы едем с людьми в поезде, и нам ехать надо 4 дня, или еще больше, как я ездила к своим родственникам на Дальний Восток, и тогда нам есть чем заняться, да, и тогда мы делаем сами презентации, все, поэтому, для того, чтобы мы были достаточно компетентными, у нас разработаны готовые базовые презентации, они у нас есть в личном кабинете, берем их оттуда, там подобраны все слайды, есть описание, текстовое описание, что и как говорить, конечно, мы их можем видоизменять, мы из этих готовых презентаций можем делать очень даже короткие, если у нас мало времени, мы можем убирать какие-то слайды, да, мы можем просто их сокращать, но главное, чтобы мы не потеряли, чтобы мы не потеряли вот этот, ну, так скажу, скелет самой презентации, да, когда мы раскрываем наши все проблемы, показываем, каково решение есть этих проблем, вот как, как наш транспорт решает эти проблемы, и какие есть возможности участия человека, которым мы делаем презентацию, то есть проблемы решения, возможность участия, вот главное, если мы это соблюдем, мы можем там, не знаю, на пяти слайдах сделать презентацию нашей технологии, но используем, пожалуйста, готовые презентации, ролики с официальных каналов, да, те же, вот как я сказала, какие-то вебинары, может быть, презентации специалистов, вот, и используем печатную продукцию, литературу, всевозможную атрибутику, на которой есть логотип нашей компании, потому что поговорив с человеком, оставив ему визитку, или подарив ему ручку, если у нас их много, потому что мы можем, в принципе, заказывать эти ручки сами, у нас есть отдел визуальной рекламы, которые делают различные макеты для всего, для разных, не знаю, карточек, брошюр, магнитиков, там, значков, ну, все, что угодно, да, просто используем, широко используем нашу атрибутику, поговорив с человеком, оставив ему на память, отдав ему подарок, наш подарок, наш тот же блокнот, или что-то такое с логотипом, будет ему напоминать о нашей беседе, возможно, сможет его побудить, лишний раз все-таки дополнительно зайти, почитать какую-то информацию, если он еще сомневается и не ответил нам никак, ну, и плюс это повышает наш статус, да, то есть у нас должна быть атрибутика с логотипами, это очень важно, в то же время, делая презентацию, мы обязательно говорим и о инвестиционных возможностях, то есть открываем наши программы, условия финансирования проекта показываем, каким образом человек может участвовать в нем, и приглашая человека в бизнес, знакомясь с маркетингами и возможностями, возможностями заработка, потому что сейчас на самом деле вот с этой пандемией очень много людей осталось без работы, либо их сократили, либо они временно ушли в какие-то отпуска, и если мы раньше как-то стеснялись предлагать бизнес, на самом деле у нас была какая-то такая волна, когда мы предлагали просто инвестировать проект, стать инвесторами, акционерами в будущем, получать деньги, вот как-то мы на это делали акцент, то сейчас мы поняли, что нужно делать акцент все-таки на бизнес, потому что это реально хороший бизнес и для нас, и для партнеров, то есть мы действительно предлагаем человеку обалденные возможности заработка, если мы это умеем донести, если мы умеем это рассказать, и никого не отпугнет, что у нас есть элементы MLM-системы, мы тоже говорим, что мы не MLM-компания, но мы используем эти элементы в системе вознаграждения, потому что они действительно очень правильные, они позволяют человеку заработать хорошие деньги от его, как сказать, соизмеримых его затратам, понимаете, вот человек, как сказать, оплата равноценна его затратам временным и других ресурсов, поэтому людей не пугает это, если мы умеем это правильно донести, и вот этому всему мы как раз-таки с вами и учимся. И очень важно, что как бы мы ни доносили, как бы мы ни говорили, как бы мы ни делали презентацию, на самом деле презентацию можно сделать очень легко и быстро, нет плохой презентации, можно есть не могу сказать несовместимость, но опять-таки вот сейчас я хочу перейти к нашим психотипам, то есть важно понять, какой человек перед нами и на что сделать акценты, чтобы заинтересовать этого человека. И вот знание психотипов людей как раз-таки и помогает нам правильно обратиться к человеку, правильно сделать акценты на какие-то вещи, чтобы его заинтересовать. И потому что, что такое психотип? Это вот, как я уже сказала в начале, каждый человек по-своему и воспринимает, и транслирует информацию. И вот эти вот типы, вернее, вот этот наш, наши люди, партнеры, люди все делятся на четыре психотипа. Это командиры, звезды, аналитики и гуманисты. В принципе, их описание, и их характеристики очень даже соответствуют названию. Вот вы сейчас это поймете. Я достаточно быстренько, кратко пробегу, для тех, чтобы напомнить, что командиры – это люди, которые ориентированы на цель. У них достаточно жесткий контроль, у них достаточно четкие действия. Они знают, чего они хотят, они знают, как нужно это делать. Такие люди, из них хорошие получаются, руководители, начальники какие-то, потому что он может четко дать распоряжение, потому что у него есть сведения, у него есть конечная цель. Он точно так же четко может описать шаги, которые нужно сделать для того, чтобы прийти к этой цели. И он точно так же очень четко потребует результата. Если это начальник, то он даст какие-то распоряжения, и он потребует результата. Это командир. Он достаточно, можно сказать, на высоком уровне у него жестикуляция, он достаточно быстро принимает решения, но ему нужна четкость. У него достаточно высокие стандарты, он любит быть подготовленным и сам требует того, чтобы человек, который пришел к нему, был подготовленным. Если сравнивать с какими-то героями, я не покопалась, честно скажу, не нашла каких-то других. У меня остались те же старые герои из мультфильма «38 попугаев», потому что там 4 героя, соответствуют 7-4 психотипам. То вот командиру соответствует попугай, который давал распоряжение, мерзлил шагами, закладывал крылышки за спину и ходил прям такой важный, и ему казалось, что только он говорит правильно. Разговаривая с таким человеком, делая ему презентацию, я хочу как раз таки, почему я к этому обратилась, к этим психотипам еще раз, потому что я хочу сделать акцент, когда мы делаем презентацию, на что больше можно обратить внимание этих людей, допустим, в нашем проекте. Командиру будет важно, чтобы мы ему рассказали четко-четко, что вот у нас есть 15 этапов. На каждом этапе у нас определенное количество денег нужно было собрать и выполнить определенный объем работ. Сейчас мы на 14 этапе. У нас есть два эко-технопарка. Один находится в Мариногорке, второй находится там в Шарже. Цель у компании вот такая, чтобы капитализировать технологии, выйти на мировой рынок. То есть четко-четко-четко, что у нас есть, что мы делаем, какова наша цель, как мы к этому идем. Вот командиру презентации нужно делать акценты именно на это. Да, мы говорили, когда мы ставим цели, мы говорим о статусах, о том, какую позицию может этот человек занять, получив определенный статус. Да, это что касается целей и его достижений. Когда мы делаем презентацию, мы четко говорим, что у нас есть, к чему мы идем, и что, сколько нам осталось. Вот тогда этот человек четко понимает, каково его участие, какой объем его участия будет в этом проекте. Звезды – это люди, которые у нас такие позитивные, эмоциональные, очень открытые. Когда мы говорим с ними, их нужно эмоционально тронуть. Они хотят быть в центре внимания. Это такой человек-праздник, позитивный, легкий. Они не выносят критики. В мультфильме это была мартышка, которая хотела залезть на какой-то пенек повыше, прежде чем она что-то скажет. Да, вот повыше, чтобы быть в центре внимания. Этим людям, когда мы рассказываем, когда мы делаем презентацию, мы делаем акцент на то, что это инновационная, допустим, технология, это инновация, это новое, это что-то эксклюзивное, но ты уже в этом можешь участвовать. Ты уже можешь это даже увидеть. Ты можешь съездить в экотехнопарк и в этом проехаться, потому что это здорово, это классно. У тебя есть возможность знакомиться с самим Юницким, сфотографироваться, и фотки там из экотехнопарка. Этому человеку мы рассказываем, что те, кто наши активные участники, победители различных конкурсов, получают путевки, ездят в разные страны, можем рассказать, что у нас было, у нас действительно уже сколько было поездок, были экскурсии в конструкторское бюро и на производство. То есть вот это все может заинтересовать нашу звезду. В то же время, когда мы говорим о достижении, мы говорим о статусах, о том, что у нас есть подарки, мы делаем акцент, какие у нас есть подарки, за какой статус. Там это ручки, телефоны и все остальное. Участие в конкурсах тоже с большими призами, подарками. То есть звезда, так скажем, звезда любит блистать, и мы рассказываем те возможности, как он может блистать в нашем проекте. Так вот, простыми словами мы говорим таким образом. Гуманист. Гуманист – это человек, который ориентирован на отношения, на взаимоотношения с людьми. Ему очень важна поддержка, забота об окружающих. Тут же как раз таки наш проект подходит, потому что у нас есть забота об экологии, у нас есть безопасность, что мы говорим в презентации, что транспорт безопасный, он не наносит вред экологии, он очень важен для людей, для человечества, для нашей планеты, что у нас были выставки, такие-такие-такие выставки, что было очень много внимания СМИ к нашим выставкам, что о нас писали, как о нас писали. То есть человеку важна мнение оценки других, человечность, какое-то сопереживание. Это достаточно творческие, трудолюбивые люди. Поэтому вот говоря о делая презентацию, мы делаем акценты на то, что его участие в таком проекте, который заботится о планете, о людях очень важно. То есть и он будет там достаточно важным человеком. То есть это ему, ну это то, что нужно гуманисту. Ну естественно, мы конечно все равно говорим о технологии, все-все-все и о всех возможностях, то есть в обязательном порядке. Мы говорим и о заработках, обо всем, потому что финансовая часть это неотъемлемая часть нашей жизни в любом случае. И четвертая группа это аналитик, это дипломаты, их еще называют. Ну вот это был слоненым, который всегда контролировал, правильно или неправильно. То есть для него важны факты и цифры для дипломата. Он будет анализировать, он будет сопоставлять, он будет сравнивать, он будет какие-то там ему нужна точность, ему, а есть ли контроль над этим, над этим, над этим, а все ли так. То есть он обязательно видит риски. Если мы хотим убедить этого человека в чем-то, да, у нас нужны только цифры и факты. Вот такому человеку, конечно, возможно понадобится еще и сертификатах покопаться, чтобы ему показать, потому что он захочет, может быть, видеть сертификаты, какие-то патенты, сколько каких опытных образцов у нас есть. Мы говорим, что у нас вот тоже два экотехнопарка, мы расскажем, где, что и как. Построены там какие-то комплексы. Этого человека может даже интересовать образование Анатолия Эдуардовича, там, что у нас есть столько-то там конструкторских бюро, столько-то у нас там есть производство. Отсюда уходит, с этого производства у нас подвижной состав там уходит, с этого у нас идет путевая структура. Вот обязательно нужно показывать ему, каким образом у нас идет снижение рисков. То есть это человек, которого возможно пригласить, допустим, если звезду мы можем пригласить там или гуманиста на обычную презентацию технологий на вебинар, то аналитику, ну, наверное, будет интересно послушивать технико-экономический вебинар Сухопоева или какой-то юридический масло, потому что это человек, который любит копаться в деталях. И ему это будет важно для того, чтобы принять решение об участии в нашем проекте, например, да, поэтому вот это мы не забываем, мы это помним, что это, ну, это такие вещи, которые необходимо учитывать, когда мы разговариваем с этими людьми. Если мы научимся быстро этих людей определять, то тогда и нам легче будет строить с ними немножечко разговор. Вот скажите, пожалуйста, сейчас каждый может примерно, вот мы же все равно очень коротко, очень кратко говорим об этих типах людей, коротко каждый может сейчас определить себя, вот сразу навскидку, конечно, мы не можем быть чистыми, да, гуманистами или там только звездами или только командирами, у нас все равно примешивается, смешивается, мы можем быть и обладать четырьмя качествами, вернее, качествами всех четырех психотипов, но напишите, пожалуйста, вот я, например, считала себя командиром, а специалисты сказали, никакой я не командир, что я все-таки гуманист. Вот, Гунтерс пишет у нас, что он звезда. Ириша у нас в хорошем настроении звезда, плохой командир. Ну да, вот, а я тоже бываю командир. Наверное, да, вот правильно, хорошее определение, в плохом настроении отдал распоряжение, отдал команды, потребовал исполнения, и все, не трогайте меня больше. Вот, но вообще, да, мне сказали, что я больше гуманист, что я больше нацелена на отношения с людьми. Ну, вот так вот бывает по-разному у нас. Так, дальше. Вот, так вот я вам говорила, чтобы у нас хорошо получались презентации, нам хорошо бы разбираться и определять людей по психотипам, это нам помогает, да. И второе, такая вот методика, есть такая методика, хочу вас познакомить с Аланом Пизом, кто еще не знает, это человек, который начинал с сетевого тоже бизнеса, потом он его изучал, совершенствовался сам и написал очень много разных руководств по тому, каким образом можно развивать себя в сетевом бизнесе и зарабатывать много денег. И одна из его таких, ну, так сказать, девизов никогда не изменяйте то, что уже успешно работает, да. Только нужно это все совершенствовать, изучать и применять. Он написал очень много книг различного рода психологических и один из его бестселлеров, это, по-моему, «Язык телодвижения», да, вот как в беседе определить, интересно тема человеку, с которым вы говорите, или неинтересна, тоже очень важно. Советую обратиться к его некоторым книгам. Я, например, сейчас вот читаю книгу «Ответы в вопросах» или «В вопросах», да, «Ответы в вопросах» книга называется. Я ее даже распечатала, покажу вам, если получится. Вот так она выглядит. Я ее просто распечатала, скачала, распечатала, потому что не стала ее искать, где там ее, в каких этих самых киосках и книжных магазинах. Я решила быстренько, мне захотелось, как только о ней узнала. И вот здесь столкнулись мы с ребятами, с нашей инициативной группой, мы здесь столкнулись с одной методикой, которую он описывает. И мы поняли, что можно ее применять. И мы даже придумали, как ее применять в нашей работе. Поверьте, это очень полезная вещь. Очень важно знать, что люди, с которыми мы разговариваем, которые мы предлагаем бизнес, они не любят, когда мы их учим, когда мы замечаем, чего им не хватает, когда мы им говорим, тебе надо то-то, то-то, то-то. Вот у тебя вот это плохо, вот это плохо. А вот это вот я тебе предлагаю, здесь ты заработаешь. То есть как только мы начинаем говорить человеку, что ему нужно делать, все, он закрывается. Ему это неинтересно. Он не будет верить ни во что. У него прям раздражение будет. Но когда он сам вам это проговорит, что у него вот это и это плохо, вот здесь и здесь ему нужно что-то подтянуть, было бы хорошо заработать и потратить на такие-то вещи, на которые сейчас у него не хватает финансов. Вот это будет его истинная правда. И когда этот человек вам это проговорит, вот тогда вы можете с ним очень хорошо, смело разговаривать, предлагать ему бизнес, и он будет вас слушать. Поэтому наша задача сделать так, чтобы человек нам сам проговорил то, что для него важно. И здесь существует, Алан Пис называет этот метод четырех ключей. Первое – растопить лед. Второе – найти горячую точку, нажать на эту горячую точку и получить обязательство. Что значит растопить лед? Это как раз то, о чем мы говорили вначале, разговаривая с человеком, расположить его к себе, чтобы он захотел с вами говорить дальше. Об этом я тоже буду говорить на следующем. Даже из этой книги покажу вам несколько моментов, как можно говорить с людьми для того, чтобы они захотели вас слушать, вообще захотели разговаривать с вами. Да, как растопить этот лед? Найти горячую точку – это как раз то, что у человека болит, самое болезненное его место. Нажать на него – это чтобы он проговорил это сам, чтобы он сам это проговорил. А получить обязательство – это как раз то, что мы с ним заключаем своего рода контракт, договор о сотрудничестве. Когда мы получаем его согласие, выслушать нас, рассмотреть план нашего бизнеса, план какой-то, который мы ему предлагаем. И чтобы растопить лед, это мы располагаем человека к себе. Мы разговариваем, и мы его мотивируем, провоцируем. Нет, не могу, слово потеряло. В общем, чтобы он открылся. Дальше, для того, чтобы найти эту горячую точку, существует такой основной побуждающий фактор. Что такое основной побуждающий фактор? Это то, что заставило нас пойти и заниматься этим бизнесом. То, что нужно было нам получить от этого бизнеса. Допустим, Лан Пис приводит вот такие факторы. Получать дополнительный доход, получить какую-то финансовую независимость, начать собственный бизнес, увеличить свое свободное время, какой-то личностный рост, уметь найти время и возможность помогать другим людям, заводить новые знакомства, желание уйти с работы, чтобы заниматься каким-то другим любимым делом, чтобы была возможность себя, конечно, содержать. Оставить наследство, потому что, допустим, большая семья или много детей. Но вот каждый человек что-то хочет, он хочет что-то, у него есть какой-то свой побуждающий фактор. Так вот эта горячая точка, вот это и есть. Это и есть эта горячая точка, на которую нам нужно надавить. И вот что мы придумали? Мы придумали, чтобы этот основной побуждающий фактор можно было поместить на нашу визитку. Посмотрите, на одной стороне мы даем информацию о себе, а на другой стороне мы даем вот эти вот факторы. Правда, мы их немножечко сократили и перенаправили конкретно на то, что может дать участие в нашем бизнесе. Дополнительный доход, собственный бизнес, финансовая независимость, свободное время, личностный рост, новые знакомства, помощь другим и будущее планеты. Но это уже, конечно, для наших гуманистов, кстати. И когда мы разговариваем с человеком, как мы с этим работаем, когда мы разговариваем с человеком, мы ему говорим, что для тебя важно. Вот посмотри, вот что из этого для тебя важно. И как только человек выбирает, что для него важно вот здесь, мы сразу понимаем, на что мы можем сделать акцент, разговаривая с ним о нашем бизнесе. Потому что, смотрите, приведу вам такой пример. Выбуждающий фактор у каждого разный, очень разный. И то, как мы сделаем акцент, вернее, от того, как мы сделаем акцент, зависит вообще наш будущий разговор с этим человеком. Вот, смотрите, Алан Пис даже приводит такие примеры из собственной жизни. Это не придуманное. Он в книгах пишет все из собственных наблюдений. Например, молодой человек, который мечтал о финансовой независимости, он ее получил в каком-то проекте, в который он сейчас приглашает других людей. И будучи на каком-то благотворительном вечере, он знакомится с человеком, которому начинает захлеб рассказывать, а человек его слушает, он начинает захлеб ему рассказывать о том, как здорово иметь финансовую независимость, как здорово купить себе хороший дом, как здорово купить себе салон, дорогую машину. Это так классно. Ты можешь путешествовать, куда ты хочешь. Ты можешь тратить на себя баслословные суммы, и тебя это вообще не будет никак напрягать. Ты можешь только от этого получать удовольствие. Потому что вот этот бизнес, он такой классный, такой здоровский. Человек его слушает, улыбается, говорит, да, действительно, это здорово иметь финансовую независимость, это здорово иметь свой собственный дом и дорогую машину. Но в конечном итоге этот человек не остается в этом бизнесе, не приходит на следующую встречу, и не продолжается их коммуникация. Почему? Потому что основной побуждающий фактор у всех разный. У всех разный. И этот парень знакомится со своим партнёром, со своим оппонентом на благотворительном вечере. Он даже не подумал о том, что этот человек, будучи на благотворительном вечере, занимается благотворительностью, что у него есть дом, который ему достался от матери в наследство, и он ему очень дорог, потому что там прошло его детство. Пусть он недорогой этот дом, но это родной. У него есть семья, и он с ней, с этой семьёй, ходит каждое воскресенье в церковь. Он участвует в разных благотворительных акциях, он делает пожертвования, и он помогает людям. Ему совершенно не важно иметь какую-то дорогую машину, какой-то дорогой дом. То есть молодой человек не угадал побуждающий фактор. Он его не выяснил, и он равнялся на себя. Либо другая ситуация, когда девушка предлагает бизнес мужчине, который занимается уже будучи предпенсионного возраста, и он занимается, допустим, там, не знаю, профессиональным мойщиком окон, или там делает уборку в офисе, и общается с людьми, она ему говорит, как здорово, когда ты придёшь в этот бизнес, ты сможешь бросить свою работу, и у тебя будет куча времени для того, чтобы ты мог его потратить на себя, потому что она хочет развиваться, она хочет бросить свою работу, то благодаря этому бизнесу у неё появляется такая возможность, она хочет перенаправить своё время на своих детей, а этот мойщик, уборщик офисов, работу свою обожает, он её благотворит, это для него единственное место, где он общается с людьми, он не хочет её бросать, он не хочет оставаться один и тратить своё свободное время на себя, для него бросить свою работу, это смерти подобно, понимаете? девушка не угадала, она не попала в эту горячую точку, и всё, и у неё беседа не состоялась, поэтому очень важно выяснить этот побуждающий фактор человека, и на основе этого с ним разговаривать, кстати, здесь тоже может быть подсказочка, даже как человек выбирает этот фактор, где он ставит галочку, нам может подсказать, какому психотипу он принадлежит, потому что собственные бизнесы, дополнительный доход, это стопроцентный командир, вот, свобода, а вот человек, который там, допустим, будущее планеты, это стопроцентный гуманист, да, ну, так, это так, лёгкие такие подсказки, конечно, мы с человеком беседуем, и больше нам говорят об этом, его жесты, его разговор, его ответы, его акценты, да, вот, и вот каким образом мы работаем с этой визиткой, мы показываем человеку, он выбирает, какой основной побеждающий фактор, на фоне этого, акцентируясь на это, мы делаем ему презентацию, и рассказываем, каким образом он может поправить конкретно, вот данную свою ситуацию в нашем бизнесе, то есть мы направляем его, вот, и чтобы это сделать, вот это будет называться, надавить на горячую точку, у нас есть ещё пять золотых вопросов, которые касаются как раз вот этого побуждающего фактора, когда мы говорим, что для вас важнее всего в жизни, нам человек показывает, мы его спрашиваем, почему вы выбрали именно это, да, вот, допустим, финансовая независимость, почему вы выбрали именно это, он говорит, потому что у меня сейчас ипотека, мы молодая семья, мы хотим побыстрее выплатить свой дом, чтобы у нас не было кредита, потому что нам сейчас приходится работать, вот я, допустим, на двух работах, да, работаю, почему это, именно это, следующий вопрос, почему именно это является для вас наиболее важным, он говорит, ну как, ну я же уже сказала, у меня ипотека, я хочу её выплатить, я работаю на двух работах, я, может быть, ну не буду тогда работать на двух работах, когда у меня будет финансовая независимость, я её выплачу, я смогу уже тогда подготовиться, там, отложить какие-то деньги на то, чтобы дети мои образование получили, да, мне важно это, мне не придётся пахать, следующий вопрос, а что произойдёт, если у вас не будет возможности получить это, и у нас получается, что как будто бы мы человеку давим на больное место, он очень хочет, чтобы это произошло, а мы говорим его, как будто бы мы его бросаем в тот, как сказать, в негативную сторону, а если этого не будет, он говорит, ну как, что будет, вот и будет, что буду пахать, может и жене придётся ещё на вторую работу идти, чтобы выплатить эту ипотеку, и детям не сможем дать то образование, которое мы хотим, да, и пятый вопрос, почему это вас так волнует, и он ещё раз вам, третий раз вам проговаривает, мы его как раз таки провоцируем, мы его на это, наталкиваем на это, чтобы он третий раз проговорил, ну как, как же меня это не будет волновать, меня это волнует, потому что для меня это очень важно, для меня очень важно иметь дом, машину, для меня очень важно, чтобы детям дал образование, мне очень важно, чтобы моя жена не работала на двух работах, чтобы у нее было больше свободного времени уделять семье, уделять детям воспитание, чтобы мы могли ездить путешествовать, отдыхать, чтобы у меня жизнь была полноценной. Будь, почему мне это так важно? И получается, что человек сам проработал, сам проработал и рассказал вам, что ему нужно. Не вы ему сказали, что тебе нужно выплатить ипотеку, да у тебя двое детей, да тебе нужно дать им какое-то образование, а у тебя нет денег сейчас. Тебе нужно на них заработать, да вот путешествовать, твоя семья захочет путешествовать, а что ты им можешь дать, да? Не мы ему это говорим, мы возвращаемся к первому слайду, да, с которого начала, а он сам это проговорил, мне нужно это, это, это и это. И вот здесь мы ему как раз-таки показываем возможности, что в нашем бизнесе есть вот так, то-то, то-то, то-то. Вот именно эти вопросы конкретно ты сможешь решить благодаря тому, что ты будешь участвовать в этом бизнесе, что ты включишься, и ты начнешь зарабатывать. Поэтому эту визитку, еще раз я к ней возвращаюсь, возьмите ее себе на заметку. Очень рекомендую. Сейчас как раз у нас ребрендинг произошел, нам нужно всем заказывать новые визитки, да, уже не капитал, а комьюнити. И поэтому шаблон этот есть у нашего Юрия-дизайнера. На сегодняшний день мы знаем, что мы за всеми материалами обращаемся в любом случае к Елене Ковалик. Она вам даст макет этой визитки, и каждый сможет даже в своем регионе уже напечатать визитки. Пользуйтесь, это очень хороший инструмент для работы. Я, кстати, хотела, упустила один момент, когда я говорила про психотипы людей. Мне все-таки хочется вернуться к этому и сказать, что когда мы научимся их определять, мы научимся даже одну и ту же вещь, одну и ту же вещь презентовать и говорить по-разному. Вот, например, я привела такой пример, что про наши 15 этапов, про наши 15 этапов, на которые разделено построение нашей транспортной системы, можно сказать по-разному. Допустим, командиру мы говорим, что на каждом из 15 этапов была своя цель собрать определенное количество денег и выполнить определенный объем работ. И это у нас все на каждом этапе происходит и достигается. То есть командир видит, что у нас работает все четко и слаженно. На каждом этапе есть своя цель, и она выполняется. Когда мы говорим дипломату про наши 15 этапов, мы то же самое говорим, что на каждом из 15 этапов нам нужно собрать определенную сумму денег и выполнить определенный объем работ. И мы, выполняя это все, продвигаемся и снижаем риски. У нас снижаются риски, и мы это видим, потому что при снижении рисков у нас растет цена акций и режим, как мы говорим, что снижается дисконт. То есть мы делаем акцент на риски, что у нас все происходит, и мы делаем то, что для него важно. У нас есть достижения, у нас новые транспортные средства, у нас, допустим, новая конфигурация подвижного состава, плюс у нас снижаются риски. Гуманисту мы говорим то же самое. 15 этапов, объем работ, определенные суммы, но мы говорим, что с каждым этапом у нас появляются новые трассы, новый подвижной состав, которые испытываются, на которых ездят. Они потом совершенствуются, делаются более безопасными, более комфортными для людей. Они усовершенствуются, дорабатываются, выявляются какие-то недостатки. То есть мы делаем акцент на то, что проделываются определенные работы для комфорта людей, для того, чтобы было как можно чище и экологичнее. Допустим, мы говорим, что в шарже там дополнительные кондиционеры, потому что там такие условия, что есть определенная защита на наши колесные, те пары, на которых там крепится подвижной состав к рельсам, чтобы была защита дополнительной от песка, от соли. То есть мы вот на это делаем акцент. Но мы тоже говорим, что это все происходит из этапа в этап, потому что вот мы делаем, выполняем, добавляем. Но везде мы можем говорить и о том, что на каждом этапе новый подвижной состав, новая трасса, и с каждым разом, приезжая в Экотехнопарк, может, все на больших видах транспорта можно уже покататься, потому что сертификация, ну и все такое. В принципе, везде можно обо всем говорить. Я почему делаю такой акцент, что когда мы знаем психотип человека, мы одну и ту же вещь можем акцентировать по-разному и доносить по-разному. Мы говорим абсолютно ту же информацию, но каждый услышит то, что ему необходимо услышать. Поэтому мы общаемся с людьми, и только в общении у нас приобретается опыт, приобретаются навыки. По поводу визитки сказала, это очень важно на самом деле, и рекомендую всем взять это как бы на вооружение. И в заключение хочу сказать золотые правила для достижения успеха. Мы все-таки говорим, что мы делаем простые достаточно шаги, которые приводят нас к успеху, и Алан Пис приводит нам золотые правила для достижения успеха. Правило номер один. Больше общайтесь с людьми. Правило номер два. Больше общайтесь с людьми. Правило номер три. Еще больше общайтесь с людьми. Люди – это наш капитал. Так как мы говорим, что книга контактов – наш капитал, люди – это наш капитал. Наш бизнес строится от того, сколько мы знаем людей, сколько людей знают наши друзья, наши знакомые, наши команды, растут именно от того, что мы знакомимся, общаемся и расширяем круг своих знакомств. Поэтому желаю всем быть позитивными, желаю всем иметь много-много друзей, большие-большие команды. Я благодарю вас за внимание сегодня и следующий четверг мы поговорим о наших... Как мы делаем поддержку, как мы делаем систему сопровождения, как мы сопровождаем, помогаем, обучаем своих партнеров и о том, как мы работаем с возражениями. Сегодня я сейчас посмотрю по поводу новичков, но говорю, ребята, есть у меня в открытом доступе файл как раз по этим четырем психотипам, какие ошибки не нужно делать. Общаясь с этими людьми, можете скачивать, я его не убираю, он есть, чтобы в помощь нам, чтобы мы не делали ошибки и не теряли людей. Поэтому на сегодня все. Благодарю вас за внимание и до следующего четверга. Еще скажу, что я сюда поставила вначале свою корпоративную почту. Я сейчас ее еще раз повторю. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, мне бы очень хотелось, чтобы все-таки у нас было... Так, почему он не копирует? Чтобы у нас все-таки было какое-то конструктивное общение. Может быть, есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы, чтобы дополнительно мы подняли. Может быть, я что-то не донесла, не договорила, в чем-то осталось недопонимание. Напишите мне на почту, я к следующему четвергу проверю эти вопросы и подготовлю ответы. Вот, да, вот я поставила свою почту. Так, что у меня тут еще были? Нарине написала, что она у нас гуманист. Так, Юрий у нас гуманист и командир. А, гуманист и командир не смешиваются? Ну, может быть, не смешиваются. Но проявления бывают, я не знаю. Я не смешиваю, но я бываю командиром. На самом деле это не... Ну, в семье своей так это точно. Может, это как-то можно по-другому назвать. Ладно, все, всего хорошего, до свидания. Всем всего доброго, хорошего вечера и до следующего четверга.